Так, я сейчас уже вызвала такси и буду ехать на место встречи с блаблакарщиком, с которым я договорилась, в общем, буду ехать уже в Ступино, еще в туалет успеть сходить, потому что перед дорогой. Короче, у меня все, как всегда, я откладываю на последний момент, я просто лежала-лежала с ноутбуком и уснула, а мне его еще сейчас нужно положить в рюкзак. У меня помимо будет сумки, с которой я раньше, в общем, ездила, вы ее уже видели, будет еще вот такой вот рюкзак новый. У меня очень много новых вещей, которые, 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 я не знаю, куда впихнуть, и мне он как раз-таки в этом должен помочь. Я сейчас выключаю ноутбук. Это, конечно, еще тот квест для меня, потому что это что-то нереальное. Как это все впихнуть, я даже не знала. Там мне, кстати, подарили еще жесткий диск на терабайт, так что я теперь вообще модная. За мной приехала машина уже. Я как обычно ничего не успеваю. Это вот закон подлости какой-то. Да-да, я слышу. Так, а с собой я еще беру набедренную такую сумку, потому что рюкзак, наверное, я не знаю, будет в салоне или не будет в салоне. Все самое необходимое взяла, положила в эту сумку. Как я сейчас это все буду нести, я просто даже не представляю. Блин. Я сейчас на память буду. Называется он «Памятник славы». Сделали привал. Такой ветер и дождь всю дорогу. Я как обычно. У меня по-другому не бывает. Я надеюсь, меня слышно. Ужас, да, зашла, купила круассаны. Очень кушать хочется. Видите, как темно? Сейчас только пять вечера. Тут туча такая темная. У меня, кстати, недавно стал вопрос, как ездить. Сейчас. Как ездить на Блаблакар и не попасть в какую-нибудь передрягу. Так как пропадают люди. Перед тем, как вы отправляетесь, с тем, с кем вы договорились, вы берете, фотографируете водителя, машину с номером и, соответственно, отправляете тому, кому вы едете. Либо кому-нибудь из знакомых, в общем, кому-нибудь отправляете, кто в курсе того, что вы отправляетесь в дорогу. Я так сделала сегодня. А ну, хвастайся. Ничего себе. Здесь классно, а тут. Что-то там. Что-то жопа ленивая, что ли. Платили госпошлину. И теперь идем на загранпаспорт подавать. Да, кстати, вы видите, как мы по-летнему одеты в Ступино. И зубы стучат. Я приехала, и тут прям, ну, еще бы чуть-чуть и снег бы, наверное, выпал. Сколько ты говорила? Плюс 13? Плюс 13. Пахнет весной здесь. Хорошо, что не снегом. Вот в Ступино можно подойти к любой машине с шашкой, спокойно доехать без увеличенного, да, платежа. Фотографировала так вот, ну, отъебись, блин. А я так и поняла. Это капец. Она говорит, они накладываются одна на другую, типа. И я сижу, я, блин, не успеваю. Она меня фоткает, я поправляю, блин, волосы. И у меня вот такие вот фотки. Она, ну, как, нормально? Ну, ты что, если на компьютере там не видишь, как нормально или нет, я не понимаю, блин. Я же спросила, а можно первую, блин? Они накладываются одна на другую. И последнюю она сфоткала, она даже не спросила, нормально или нет. Она говорит, все, выходите. И все, зашибись. И вот женщина зашла, ей сказали. Она говорит, какой срок, типа, делаться будет паспорт? Месяц. Мне четыре почему-то месяца. Почему? Не знаю. Наверное, потому что я из Украины, может быть. Ну, не в этом дело просто. Почему одним месяцем, а другим, короче, 10 лет. Приотекательство. Приятного аппетита. Уекор,iderialEN, резко. Приятного аппетита.